Дом номер 112 по улице Революционной в Хвалынске должен уже три года как сверкать новенькой крышей. После длительных хождений по мукам коммунального ада в 2017 году жильцы пошли в суд, который обязал таки фонд капитального ремонта незамедлительно провести необходимые работы. Но годы идут, а кровля по-прежнему течет. Рушится фасад уже, весь фасад у нас пошел. В доме у нас уже влага на верхних этажах и по стенам стекает она уже до второго этажа и грибок уже идет. Потому что у многих квартир сделан гипсокартон, и она под гипсокартоном стекает, и там уже грибок. От грибка и плесени уже нет спасения. Они проникли практически во все квартиры. Кто-то пытается спастись натяжными потолками, сливая после дождей с них воду. Кто-то делает ремонт, ликвидируя промокшие обои. Они позеленели. Мы содрали все обои, так как у нас нет гипсокартона. И мы сушили всю зиму, мы сушили феном, чтобы к соседке на первый этаж не пошла зель. В итоге вот мы сейчас сделали ремонт. Вот соседи не дадут соврать. Три месяца мы сделали ремонт, очищали все. В подъезде тоже нелицеприятная картина. Разводы на потолке, грибок на стенах. В дожди вода капает прямо на электрощиток, и жильцы боятся замыкания. Своими силами они залатали дыры в кровли. Но это мало помогает. Вода находит другие отверстия и сочится в квартиры, потому что ремонт необходим капитальный. Последний раз мы выловили Решетникова, господина Решетникова. Он нам обещал, что они здесь делают якобы плоские крыши. Потом начнут делать нормальные крыши, и они пересмотрят эту смету. Главное дело, нам ни в прокуратуре, нигде не сказали. Мы указываем, что смета маленькая. Никто ничего на это даже не реагирует. Вот Решетников сказал, что какой-то коэффициент применят они, крышу сделают. Опять осень, у нас опять сейчас все потекет. Этот дом в двух шагах от Хвалынской администрации и главной площади города, и потому постоянно находится в центре внимания. Но это не значит, что чиновники по ЖКХ стремятся привести его в божеский вид, дабы он не мазорил глаза туристам. Находчивые у руководителей нашли более дешевый вариант. На каждые праздники у нас делают вид. Окрашивают две стороны здания, приезд губернатора, потом вот эти вот плейнеры. И то в основном это фактически, прошлый год красили, фактически за наш счет Иван Бензин. Это солярку отдавал им. Вот и получается, с одной стороны посмотришь, вполне приличное здание. А с другой развалюха, требующая капитального ремонта не только кровли, но и фасада. Мы обращались уже к депутату Единой России здесь. Они занимались, они тоже получили такую же отписку, что типа у нас идут торги, вот, ежемесячно. Но торги, да, на самом деле они идут, но сумма 18-го года смета, там только на полкрыши хватает в основном мелкие. И сейчас мы были с соседкой, как старшие оба по дому, были в прокуратуре. Нам даже сказали, вы что ходите, без слуху ходите. Дома, сметы которых составлены позднее, ремонтируются, потому что подрядчики там имеют хоть какую-то прибыль. В случае со 112-м домом по улице Революционная, строительным фирмам ловить нечего. С 2017 года цены на материалы поднялись, а потому и заявляться на аукцион никто не хочет. Изменить ситуацию могла бы администрация Хвалынского района, повлияв на формирование новой сметы. Но зачем заморачиваться, если можно побелить две внешние стены и дом как новенький? Потому, наверное, чиновники и не торопятся помогать жильцам. А люди с 17 июля ждут ответ на свое очередное обращение к главе района Алексею Решетникову и попасть на прием к нему, чтобы поговорить лицом к лицу. Они не могут. В администрации ссылаются на коронавирус.